Вчера, 7 ноября, было 90 лет со дня публикации в газете «Правда» статьи Сталина «Год великого перелома». В этом тексте генсек призывает, цитирую, «к решительному наступлению на кулака». Политика раскулачивания и до этого момента уже велась, но призыв Сталина, разумеется, был воспринят как руководство к еще более интенсивным действиям. По большому счету, кулаками ведь оказались люди, которые были самыми трудолюбивыми. Те, кто смогли, например, завести корову или лошадь, или хорошо в поле пахали и сумели прокормить свою семью. Все это, как выяснилось, были враги советской власти. Откуда такое искривление сознания и к чему все это привело? На связи с нами доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Цветков. Василий Жанович, добрый вечер. Здравствуйте. Хорошо, очень поставили вопрос. Дело в том, что если смотреть на понятие кулака, то оно существовало в русской деревне и до революции. Но кулаками называли людей, которые практически сами не работают, но эксплуатируют чужой труд. То есть это люди, которые живут там за счет, может быть, сдачи земли в аренду. Ну и, конечно, это были крестьяне, крестьянского сословия. Вот таких вот чистых кулаков, 100% кулаков в крестьянском понимании этого слова, ну, было не так и много в России. Гораздо более распространенным был тип, вот действительно, как вы сказали, крестьянина, который работал и сам, и работали члены его семьи. Но благодаря, может быть, выгодной культуре рыночной, там, благодаря тому, что и советская власть, конечно, тоже помогала вот в начале 20-х годов, в период НЭПа особенно, у них, да, выросли доходы, да, они там могли себе позволить построить новый дом, может быть, и амбар там расширить свое хозяйство. Вот, но, опять же, это личный труд, это личный труд человека. То есть понятие кулака, вот в таком, может быть, политическом контексте слова, оно превалировало в конце 20-х годов. А превалировало оно тоже, понятно, почему, потому что здесь в большей степени коллективизацию начали сопоставлять с необходимостью, прежде всего, изыскание ресурсов для индустриализации, для экономики, для промышленности в целом. Ну, и поскольку у нас, действительно, в период НЭПа господствовал такой больше, все-таки, натуральный характер производства, до этого на рынок в основном работали частные хозяйства, помещичьи хозяйства, но их уже не стало, они были национализированы, превратились в совхозы, вот, но и поэтому нужно было как-то вот этот хлеб, это зерно, товарное зерно, то есть для экспорта получить. У кого получить? Вот у крестьян. У каких крестьян? Опять же, у тех, у кого оно есть, потому что бедняки, ну, при всем их желании, но не могли, видимо, обеспечить к концу 20-х годов вот такой решительный экономический баланс для нашей страны, для индустриализации, для промышленности, для развития военной индустрии, это тоже было очень важно, вот как раз в конце 20-х говорили о военной тревоге. Все это вместе взятое пока оказало влияние на позицию нашего руководства, опять же, еще один фактор – это дискуссии уже внутри самой партии, это борьба с так называемым правым уклоном в разгаре как раз шла в это время, ну, а правый уклон Бухарин и его сподвижники, его сторонники, они как раз считали, что ни в коем случае давить на вот кулака, в таком нормальном понимании этого слова, давить на него, как-то принуждать его, не нужно, нужно стараться заинтересовать его экономически, чтобы вот он этот хлеб свой, это свое зерно сдавал государству. То есть здесь была очень сложная ситуация, конечно, однозначно вот рубить с плеча, как это у нас делалось там, например, в советской историографии, как кулак, враг, враг – это кулак, да, или наоборот, когда в период перестройки стали говорить о том, что там вообще все было прекрасно, замечательной, коллективизация, в принципе, была не нужна. Это не объективно все-таки, не объективный подход. Нужно взвешивать и понимать ту обстановку, те факторы, которые влияли вот как раз на ситуацию конца 20-х годов. Василий Жанович, а почему власть выбирает путь не экономических преобразований, а вот этого изъятия фактически личного имущества у людей? Вот этот путь, ну это же противозаконно и не соответствует тем ценностям, которые та самая власть исповедовала и пропагандировала. Как это все увязывается? Каким образом к этому пришли? Да, это тоже вот достаточно такой сложный момент, который надо рассматривать, наверное, вообще в контексте аграрного развития России конца 19-го, начала 20-го века. Ну что было четко, вот прям сразу, можно сказать, что было очевидно? Аграрное перенаселение, то есть очень высокая плотность населения в деревне, это первое. Надо было что-то делать вот с этими людьми, с крестьянами, не то, что их там надо было как-то уничтожать, нужно было их переселять, нужно было давать им возможность уехать, допустим, на заработки в город или там переехать в Сибирь. То есть то, что делал, например, Столыто. Другая проблема, это низкая, очень низкая подчас экономическая эффективность крестьянских хозяйств. То есть вот то, о чем я уже сказал, это натурализация крестьянских хозяйств. Они работают сами на себя, думают о своих, конечно, нуждах, это понятно, это очевидно. Но при этом, опять же, для государственных интересов все-таки важнее крестьянин как производитель психозпродукции. Вот как это сделать, каким образом заинтересовать его, может быть, и даже в какой-то степени заставить его этот хлеб сдавать. В Кажданскую войну была продразверстка. Вот ее ввели там, ну все, и крестьянин Красную Армию накормил. Хотя, может быть, и не всегда это сам хотел это делать. Но нужно это было. Потом война закончилась. Вот ленинский план кооперации, в принципе, если мы на него посмотрим, это как раз попытка такого длительного достаточно пути и развития кооперативов, наверное, единственное такое, может быть, ну более или менее экономически оправданное решение, потому что кооперация, она сочетала в себе интересы и непосредственно самого крестьянина, и были здесь пережитки общины. Опять же, решалось это все там коллективно в том же самом кооперативе, да. И не случайно Ленин говорил о том, что кооперация это магистральный путь к социализму крестьян, но путь не скорый. То есть это не путь нам одного-двух лет. Нет. Опять же, если мы возвращаемся в ситуацию конца 20-х годов, то военная тревога, военная угроза, очень низкий процент товарного хлеба, который дает крестьянин, плюс к тому еще сибирская стачка знаменитая. Вот Сталин ездил там, в частности, срыв крестьянскими хозяйствами хлебозаготовок. Нужно было с этим тоже как-то бороться. И введение карточной системы, это тоже в крупных городах. Вот не хватало уже просто продовольствия зерна в аграрной стране после 10 лет советской власти. И вот люди возвращаются в карточную систему. Это многие рабочие воспринимали, за что боролись там в 17-м году, когда опять вернулись к карточкам. То есть вот эти вот все факторы воздействовали, решали. И был принят такой вот именно решительный, радикальный, ну, действительно, переломный во всех отношениях путь. И в 1929 году это было приглашено в качестве генеральной линии. То есть нужно было делать колхозы. При этом, опять же, если мы посмотрим на позицию Сталина, то вот его статья «Головокружение от успехов» он предостерегал от излишнего бюрократизма, вот такого административного нажима в решении крестьянского вопроса. Почему? Потому что вот появился такой термин «головотяп». Вот, кстати, это тоже в той статье очень часто употреблял «головотяпство». А в чем это состояло «головотяпство»? Ну, что колхозы-то бумажные. То есть ради отчета, а не ради решения проблемы аграрной, создаются вот эти псевдоколхозы, и вроде как они должны теперь решить проблему снабжения зерном. Но они ее, естественно, не решают, потому что они бумажные, потому что они распадаются тут же буквально. А дальше уже следующий этап последовал. Это, конечно, пик коллективизации. Это, собственно, репрессии, которые были связаны с крестьянами. То есть то, о чем вы уже говорили в начале, в вашем вопросе. И это ощущалось очень болезненно. Ну, достаточно просто, я что-то не говорю о каких-то, может быть, исторических предвидениях, но просто вспомнить нашим читателям ту же поднятую Абсолютную Шолохова. Или очень прекрасные романы деревенского писателя Алексеева. Или Парфюнова. То есть вот эти вот все вещи, они же все воспринимались в обществе нашем тоже очень неоднозначно. У меня есть предположение, конечно же, не научное, вы меня поправьте. Те меры, которые были приняты тогда, во многом ударили по рукам тем инициативным людям, которые еще оставались в Советском Союзе. Многие погибли, как пассионария, первые идут в бой. Многие еще оставались, но жизнь показывала, если ты проявляешь инициативу, начинаешь зарабатывать или выделяться, или каким-то образом проявлять себя в этой жизни, то ничего хорошего не жди. И вот эта история каким-то образом играет по-прежнему у нас в голове. У меня иногда складывается такое впечатление. Да, к сожалению, это было, потому что вот те, ну, та часть крестьянства, которая не видела вообще перспективу для собственной жизни, для собственного хозяйства в колхозных уже условиях, она, как правило, уходила в город. Ну, это, опять же, с другой стороны, может быть, и закономерный процесс, потому что, как я уже сказал в начале, налицо было аграрное перенаселение. И, конечно, город тоже нуждался в рабочих руках. Но, может быть, лучше было бы этим, там, крестьянам, таким деловым, не в городе проявлять свои таланты, а остаться в деревне родной, там, да, работать на своей земле. Вот. Это важно ответить в одно раз. Еще, конечно, тут вы отметили вот некую пассивность такую экономическую. Да, и она тоже была, она тоже присутствовала. И налицо проблема такая, что вот буквально многие вещи, которые раньше крестьяне, ну, знал, как надо делать, как посевы проводить, приходилось опять разъяснять, там, спускать сверху директивы. Конечно, это тоже, наверное, неплохо было, там, развитие науки в агротехнике. Но, опять же, это все потребовало определенного времени. Правда, коллективизация, безусловно, это надо отметить, решила проблему снабжения города. Карточки были отменены вскоре. И решила проблему снабжения армии и экспорта зерна. То есть, собственно, крестьяне, колхозы, как производители зерна, так называли, да, производители зерна, они себя вот в той ситуации, в той задашней ситуации, в общем-то, худо ли, бедно ли, но они все-таки себя оправдывали. Вопрос цены только. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо. Спасибо вам. Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи.